Здравствуйте, любители здоровья! Сейчас я хотел с вами поговорить о соли. О её пользе и о вреде. Просто очень коротко иду в словах. Сначала самой соли. Соль бывает разная. Мы не только можем видеть, крупная или мелкая эта соль бывает. Но меня интересует в данном случае не крупность или мелочь. Или, скажем, мелкая соль. Но её, скажем так, натуральность. Вот в этом-то есть проблема. Смотрите. Если берём просто вот, да, вот соль называется. Поваренная пищевая соль, да. Мы смотрим сзади, что здесь в нём содержится. Мы, значит, читаем состав. Да. Хлорисы натрий не менее 97,5%. Если видно, попробую поближе вот показать. Больше здесь ничего не написано. То есть, есть ли это добавки какие-то, не добавки. Но соль, вот эта, она достаточно крупная. И цена её 7 рублей. Вот эта соль называется Экстра. В чём её суть Экстра? Она более крупная. Её цена на 10 рублей. Она уже стоит на 3 рубля дороже. То есть, 10 рублей. Но мне интересует её состав. Читаем. Сейчас я поближе, чтобы было видно. Соль поварена пищевая. Экстра. И агент антислёживающий. То есть, который не даёт этой соли слипнуться. Образовать комок. То есть, сюда добавили вещество, которое неизвестно как, оно будет влиять на здоровье. То есть, такую соль, конечно, её удобно посыпать, мелкая, всё, да? Но такую соль для здоровья я бы, например, опасался бы её добавлять. Как-то раньше что-то добавлял, но сейчас, вернее, уже давно, как бы знаю об этом, об этой, что соль, она может быть вредной. В общем, в принципе, читайте название, что у нас содержит эта соль. Я бы, такой солью бы отказался. Есть ещё соль, морская соль. Чем, в принципе, соль, скажем, от той отличается? Есть, скажем, несколько видов разработок, где соль производится. Значит, одна соль производится, это у нас, скажем, добывают в горах. Есть такая гималайская, она у меня и нет такой, но она красноватая, розоватая идёт. Так называемая каменная соль, и соль, которая была, ну, каменная соль, то есть, да, из камней, скажем, добывается, да, вот. И соль, которая, как здесь написано, да, вот эти, морская соль натуральная. в чём суть этой соль натуральной, вот мы и читаем. То есть, соль, морская соль получать из воды антрактического моря, там, более 700 лет, так далее, так далее, способом выпаривания морской воды. Вот такая соль будет более полезной. во-первых, не для того, что там только исходим, повышенное количество каких-то веществ, возможно, полезных для организма, вот, хотя, конечно, я немножко скептически отношусь, но и всё же. Самое то, что здесь, в общем, не написано, что каких-то добавок у нас содержится. Но я думаю, что такая соль, морская соль, да, наверное, всё же будет более полезной, чем обыкновенная пищевая. Но она стоит вот так 500 грамм. Если килограмм здесь стоит 7 рублей, простая пищевая, то вот эта стоит уже 50 рублей за 500 грамм. То есть, 100 рублей за килограмм. Дороговато, но всё относительно. Ну, скажем, можно было такую соль, скажем, дома содержать. В общем, что я хотел ещё раз, скажем так, подвести итог, это то, что соль бывает разная. С добавками, без добавок. Я имею в виду такие добавки, которые неизвестно каким образом могут влиять на здоровье. Поэтому обращайте на это внимание. На этом всё. До следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сообщения, комментарии. Давайте обсуждать вопрос, может быть кто-то что-то ещё хотел об этом узнать и так далее, и так далее. Ну, в общем всё. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok